О праздничном мероприятии жители Заречья оповещали по громкоговорителю. На главной площади развернулась полевая кухня, а по поселению разносились звуки военного оркестра. Торжественная акция началась с шествия, о которой возглавили самые почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны Анатолий Прохоров и Павел Перемотин. За ними шли ветераны локальных воин, труженики тыла и бывшие узники фашистских концлагерей. Участники акции встретили героев восторженными возгласами и бурными аплодисментами. Основная часть митинга состоялась возле мемориала воину-освободителю. Выступающие – участники войны, представители районных и местных властей и духовенства. Они говорили о преемственности поколений, и это закономерно. В поселении активно ведется военно-патриотическая работа. Глава Заречья посоветовал школьникам уделять особое внимание изучению истории своей страны и чтить память предков, которые ценой своей жизни спасли родную землю от фашистского ига. Дорогие ветераны, нам так многому еще необходимо у вас научиться. Нам так много необходимо для вас сделать. Потому что именно в том, что является союзом поколений, и есть наша сила. В акции приняли участие и школьники. Они подготовили для гостей тематические выступления. Чтобы дать нам право жить на этом свете, вы шли сражаться грудью на врага. Вас ждали дома мамы, жены, дети, храня тепло родного очага. Завершился митинг минутой молчания, а к подножию памятника, на гранитных плитах которого высечены имена героев, легли алые цветы. В тот же день символы победы, знамя, солдатская каска и трехлинейная винтовка были переданы представителям городского поселения «Лесной городок». Здесь торжественный митинг прошел у мемориала воинской славы на улице Чернышевского. К 9 мая все лесногородские памятники были отремонтированы и приведены в образцовое состояние. Что касается марафона «Салют Победе», то к своему этапу поселение подготовило развернутую военно-патриотическую программу. Работы по увековечению памяти наших великих лесногородцев, наших ветеранов, они будут продолжены. И я выступил с инициативой, что дальше вот в этом лесу, в парке, мы сделаем аллею нашего бессмертного полка. Всех наших дедушек, бабушек, прайбабушек, всех наших лесогородцев, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, мы увековечим память в этой аллее. Символы военно-патриотического марафона от лесного городка были переданы сельскому поселению «Горское» на митинге Воденцова. Ветераны – главные гости праздника. Мы пишем о вашем подвиге, мы сочиняем стихи, мы делаем рисунки. Ребята знают у нас в Одинцовском районе, что такое герой Великой Отечественной войны и что такое победитель. Организаторы обратили особое внимание на то, что подобные акции играют огромную роль в воспитании молодого поколения. Именно от сегодняшних школьников и студентов зависит то, каким будет будущее страны, победившей фашизм. С каждым днем великий триумфальный май 1945 года уходит все дальше. Но память о мужестве и стойкости советского солдата остается навсегда в нашей памяти. Мы должны быть достойны ее. Эстафета «Салют Победе» продолжается. Ее завершающий этап в этом году пройдет в горском поселении. Святослав Савенков, Петр Горохов, Дарья Киреева, Станислав Трифонов, Алексей Орлов. Телекомпания Одинцова.